На грани обрушения находятся 9 многоквартирных домов в Женаузине. Люди опасаются за свою жизнь и массово съезжают на съемные квартиры. Рассказывают, что не раз обращались за помощью к властям. По Кемате отвечают, аварийные дома снесут весной, а на их месте построят новые ЖК. Тамара Степанова продолжит тему. Двухэтажные дома были построены в Женаузине в 60-х годах прошлого века. Капитальные ремонты здесь не проводили. В каждом из 9 аварийных строений по 16 квартир. Но жить тут люди боятся. Большинство, опасаясь за свои жизни, даже снимают квартиры в других, более надежных домах. Старые дома. Изначально была одна трещина. Потом она увеличилась. Появились другие. И они стали расти. Дом садится. Недавно входную дверь не могли открыть. Звали на помощь. У меня муж инвалид и трое маленьких внуков. Нам страшно. Пришлось искать съемную квартиру. Встретились с Акимом в городе, рассказали о проблеме. Потом вышли на областной Акимат. Обещали отправить к нам комиссию. Но до сих пор никто не пришел. Сами видите, наш дом находится в аварийном состоянии. Трубы гнилые, текут. Летом невыносимый запах стоит. Ночью комары, днем мухи. Проблему обязательно решат, уверяют в Акимате. После жалоб в домах провели техническую экспертизу. По словам специалистов, их можно было бы отремонтировать. Но городской Маслихат вынес решение о сносе. Начать строительство новых домов на этом месте планируют уже в этом году. По решению Маслихата была принята программа реновации. Она заключается в том, чтобы снести аварийные дома, а на их месте за средства инвесторов построить другие. Жители получат новые квартиры. Сохранится квадратура и этажность. Работы планируем начать в следующем году. В Жанаузине 262 дома. В 26 из них требуется капитальный ремонт. В планах снести 14 аварийных зданий. Вместо них также построят новые дома. До окончания строительства людям предложат временное арендное жилье. Сейчас работники Акимата встречаются с населением и проводят разъяснительную работу. Тамара Степанова, Ренат Дусалиев, Мангосталовская область, 24КИЗ.